Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава третьей книги царей, читая свой перевод для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. В предыдущей было главное состязание пророка Ильи с пророками Ваала, языческого божества, которое закончилось полной победой Ильи и веры в Господа и смертью этих пророков. Да, Илья их перебил, тогда это было так. Но на этом история не закончилась далеко. Ахав, царь Северного царства Израиля, который, собственно, почитает Ваала, пересказал Изувеле своей жене все, что сделал Илья, и как он перебил пророков Ваала мечом. Тогда Изувель послала к Илье гонца с такими словами. Пусть так-то накажут меня боги и так-то добавят, если завтра к этому же часу я не покончу с тобой, как ты покончил с ними. А вот Изувель такая верная своим богам язычница, да, то есть она не интересуется, кто истинный бог, она знает ответ для себя. Илья испугался и, спасая свою жизнь, отправился в Бершеву, что в Иудеи. Интересно, а что же он испугался, если только что он перебил всех пророков Ваала? Есть ли народ за него? А вот одно дело государственная власть, которая может сдуру уничтожить человека, а другое дело победа над язычеством, да, то есть Илья при всем том, что он такой громовой пророк, да, он при этом человек, который очень четко осознает всю мощь этой машины, которая может его раздавить в любой момент, даже если себе во вред она это сделает. В Бершеву что, в Иудеи? А в Иудеи все-таки, ну, скажем так, язычества довольно много, но культ почитания единого бога никто пока не уничтожил, не отменял и не казнят за то, что ты хранишь ему верность. Там он остался своего слугу, а сам ушел в пустыню, да, то есть еще дальше на юг, вот это пустыня Негев, где совсем ничего нет. Отойдя на один день пути, он сел под ракитовым кустом и стал молиться о собственной смерти. Он говорил, довольна, Господи, забери мою жизнь, я ведь не лучше предков моих. Почему он так молится? Он только что победил. Вот он очень порывистый человек, и за этой победой, за этой уверенностью в своей правоте следует какой-то момент горького разочарования, какой-то момент вот уныния даже, да, я ничего не могу на самом деле, меня преследуют так же, как и остальных. Вот он порывистый человек, эта порывистость одновременно означает и то, что его уныние, оно тоже вот такое предельное, да, до отчаяния, и ничего страшного, да, то есть человек не всегда идеален, человек, даже великий пророк, не всегда силен. Он лег и заснул под ракитовым кустом, но его коснулся ангел со словами «Встань, поешь». Он взглянул, увидел в себя в изголовье лепешку, печеную на углях, а кувшин с водой. Он поел, попил и снова заснул. Но ангел Господень вновь коснулся его со словами «Встань, поешь, тебе предстоит дальний путь». Он встал, поел и попил. Подкрепившись едой, он шел сорок дней и сорок ночей до Божьей горы Хорева. Там он вошел в пещеру и заночевал в ней. Хорев или Синаи, это, собственно говоря, гора, на которой была заключена, вот, самое главное в жизни Израиля, был заключен завет, да, самая главная сцена в жизни Израиля. И Илье, конечно, только в том же месте, где был дарован закон, где были дарованы скрижали, и можно получить некоторое утешение. Вот ему меньше никак нельзя. Но обратим внимание, что ангел его кормит и поет, и говорит, встань, поешь. Он не говорит ничего там, не надо себя убивать. Вот есть какая-то такая просто доброта. И Господь, который Илью совершенно отправляет на великие дела, вот здесь его просто так очень по-простому, по-деревенски утешает. Да, вот Илья такой простой деревенский пророк, который во всем порывист, во всем пределен, и который одновременно и понимает вот такое же простое к себе отношение. Итак, на горе Хорев он заночевал в пещере. И было ему такое слово Господне, а чего ты здесь, Илья? Он сказал, я ревную о Господе, боги воинства, оставили твой завет сыны Израилев, жертвенники твои разрушили, пророков твоих перебили мечом, остался я один. Но и у меня хотят отнять жизнь. Вот интересно, он вроде бы победил, но он чувствует, что эта победа еще не состоялась, она еще как бы не закрепилась. Господь сказал, выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь. Будет пред Господом великий и мощный вихрь, что рушит горы и валит скалы, но не в вихре Господь. После вихря землетрясение, но не в нем Господь. После землетрясение пламя, но не в нем Господь, а после пламени шепот тихий и тонкий. Там очень трудное такое выражение, которое трудно перевести, но в любом случае оно описывает, я вот написал шепот тихий и тонкий, оно описывает что-то малоуловимое. Вот Илья весь буря и натиск, землетрясение, пламя, вихрь, это вот он, да, вот он так себя ведет. А Господь в тихом шепоте, в чем-то таком, что очень трудно уловить. И вот Илья, наверное, ждет, что сейчас все затрясется, Господь сойдет, там, уничтожит нечестивцев, а он говорит, а я в шепоте. Когда услышал это Илья, то закрыл лицо накидкой, вышел и встал у входа в пещеру. Закрыл лицо, ну, то есть, видимо, для того, чтобы не видеть чего-то, чего ему увидеть, нельзя, да, представление о том, что явившись, Бог просто испепеляет человека, да, что нельзя лицезреть Бога. И спросил его голос, отчего ты здесь, Илья? Он ответил, я ревную, о Господе, Боге воинства, оставили твой завет, сына Израилева, жертвенники твои разрушили, пророков твоих перебили мечом, остался я один, но и у меня хотят отнять жизнь. Вот снова этот диалог, да, но уже диалог с тихим шепотом. Господь сказал ему, ступай в обратный путь через пустыню к Дамаску. Помаш Хазаэлов, царей Арамейский, интересно, он его отправляет к другому народу, к Арамейным. Еху, сына Немшипамаш, цари Израильские, это как раз северное царство, Елисей, сына Шафата, Иезавер Милхалы, помаш пророки, вот твой преемник. Кто бежит от меча Хазаэла, того убьет Еху, а кто бежит от меча Еху, того убьет Елисей. Я сберег в Израиле семь тысяч человек, чьи колени не преклонились пред Ваалом, чьи уста не целовали его. Вот уже конкретный план, да, причем включают в себя и международные какие-то отношения, соседнее Дамаскское царство, оно будет каким-то образом влиять на ход событий. И нового царя он помажет, и преемника для себя Господь ему показывает. Вот у Ильи теперь есть конкретный план, да, вот вся его порывистость, она оказывается недостаточна для того, чтобы переломить ситуацию. Ему нужно, чтобы кто-то еще к этому подключился. Илья ушел оттуда и нашел Елисея, сына Шафата. Тот был на пахоте, и было у него двенадцать пар валов. Сам он шел за двенадцатый, ну, видимо, там одиннадцать слуг или даже больше ему помогали. Богатый человек, большой участок поля. Проходя мимо, Илья бросил на него свою накидку. Тот оставил валов, побежал за Ильей со словами, позволь мне поцеловать отца и мать, и я пойду за тобой. Вот, без лишних слов, да, бросает на него накидку, все, видимо, знают Илью, и Елисей понимает, я следующий. Он мне передает вот это достоинство пророка. Тот ответил, возвращайся, что я тебе такого сделал? Можно перевести по-другому, ты же знаешь, что я сделал. То есть, сходи поцелуй, но возвращайся. Вот Илья порывистый, у него все здесь и сейчас. Елисей, ну, очевидно, он сын какого-то знатного, богатого человека, раз у них там такое огромное количество скота. И вдруг все бросит вот прямо посредине, да, посредине пахоты, посредине обычного дня, когда вот он должен вернуться домой вечером там со своими родителями, вечером встретиться заново. А тот говорит ему, все, прямо здесь и сейчас, даже не говорит, бросает на него свою накидку, прямо здесь и сейчас ты становишься пророком. И говорит, возвращайся, что я такого сделал? Я ни к чему не призываю, твой выбор. И Елисей делает выбор. Елисей вернулся, взял двух валов, принес их в жертву, ермой плуг, порубил на костер и приготовил мясо, раздал его людям, чтобы они поели, то есть, совершил жертвоприношение. А сам он отправился вслед за Ильей и служил ему. Мы не очень, кстати, понимаем, заходил ли он домой, была ли эта прощальная сцена, но в любом случае, вот как потом в Евангелии будут, оставили сети и пошли за Иисусом. Этот призыв вторгается в самую середину повседневности, не выбирает какого-то особого торжественного дня, не говорит, как, знаете, там свадьбу планируют за полгода, иногда даже и больше, торжественный день, и к нему все готовят. А вот выбор бывает здесь и сейчас, и очень часто Библии в Ветхом и в Новом Завете подчеркивают, что здесь и сейчас это выбор навсегда, это выбор, по крайней мере, очень надолго, и важно не пропустить этот момент. Продолжение следует...